добрый день уважаемые зрители гости моего канала вот у нас наступил майский день и тот газон который мы посеяли в прошлом году начал вегетировать стал зеленым отличным но также вместе с ним начали вылазить сорнячки различные такие как одуванчики в принципе неплохой цветочек и он только украшает наш газон но если они разовьются достаточно широко начнут распространяться по газону то газон от этого пострадает вот нам нужно чтобы у нас на газоне были только злаки поэтому сейчас мы будем это дело обрабатывать и я покажу вам собственно как мы это делаем чем мы это делаем при каких условиях мы это делаем все сейчас расскажу если вы обрабатываете гербицидом против двудольных сорняков вы обязательно должны учитывать тот момент чтобы этот гербицид не попадал ни на какие растения которые у вас могут расти возле газона либо же по периметру либо на самом газоне собственно тоже не древесные растения не кустарники не какие-либо цветочные растения если вы приготовили рабочий раствор обязательно старайтесь использовать его максимально быстро так как у многих гербицидов процесс разложения начинается уже сразу после начала именно использования большинство гербицидов и в том числе те которые используем мы они относятся к второй третьей группе соответственно обязательно используйте перчатки и средства личной защиты вот такие как очки комбинезон какие-то сапоги вот если все же так получилось что гербицид попал на одежду то после того как вы обработаете участок обязательно постирайте ее вот и просушите обрабатывать можно с мая месяца по сентябрь почему не стоит обрабатывать позже например в октябре так как в октябре уже достаточно прохладная и сорняки уже не так интенсивно растут и не так интенсивно будут впитывать гербицид что касается кратности обработок обработки можно проводить примерно где тайну из опыта исходя на молодых газонах раз в месяц на более старых газонах где сорняки растут не так интенсивно один раз в сезон достаточно в самом начале вот вы избавили газон от сорняков вы дальше в принципе на нем мало что всходит что касается интенсивности именно обработки вот у нас например здесь достаточно часто растет сорняк то есть на квадратный метр приблизительно где-то 10 штук и более даже попадается поэтому газон мы будем обрабатывать сплошную если у вас сорняков на газоне немного вы можете точечно обрабатывать каждый когда мы разобрались уже с теоретической частью приступим к практической и собственно покажу как это выглядит на практике как готовить рабочий раствор здесь в опрыскиваете 9 литров воды вмещается и я использую где-то его на 3 сотки площади поэтому исходя из дозировки этого гербицида а собственно его надо от 2 до 6 миллилитров на сотку потратить мы берем по верхней планке верхней планке почему мы берем потому что мы будем обрабатывать многолетние сорняки и так как я расходу наши три сотки то соответственно я буду набирать 18 миллилитров гербицидов после того как вы набрали нужную дозировку мы выливаем в опрыскиватель уже в сеточку гербицид аккуратненько чтобы он не брызгал и добавляем сюда воды все сейчас накачиваем давление можно приступать к обработке какой еще очень важный момент при обработке газон косится раз в неделю соответственно для обработки вы выбираете место между покосами ровно посерединке если вы скосили газон и обработаете то вместе с газоном вы скашиваете сорняки и листовая поверхность их не очень слабенькая поэтому они впитают мало гербицида и он не подействует если же газон переросший и вы обрабатываете сорняки не факт что все сорняки вы достанете так как травка достаточно густая и многие сорняки прячутся именно внизу то есть и гербицид на него не попадет поэтому идеальное время именно между стрижками то есть если вы косите газон по правильному то есть раз в неделю то по серединке как раз самое идеальное время это очень очень важный момент сейчас на рынке представлено огромное количество различных гербицидов против двудольных сорняков ну сейчас так чтобы сразу вспомнить это гранд старт лентур делен супер 24d аминная соль которая в принципе входит состав многих гербицидов сложных сложно компонентных мы пользуемся их ним аналогом украинским агент называется нужно его на сотку использовать где-то от двух до шести миллилитров ну и собственно уже там насколько вам хватает опрыскивателя так вы и рассчитываете дозу нас устраивает этот гербицид тем что благодаря нескольким компонентам в своем составе он борется с такими сложными сорняками как клевер многолетними которые в принципе большинство других гербицидов достаточно плохо убивают российские аналоги это прямо балерина очень похожие по составу в принципе они даже по цвету такие как молоко отлично борется сорняками всем спасибо за просмотр если у вас какие-то появились вопросы оставляйте их под комментариями делитесь своим опытом до новых встреч